Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белошева. Здоровье три года ждут? В Украине вспышка батулизма, когда Минздрав обеспечит сыворотку? По-быстрому, что кроме взаимных обвинений и угроз успели сегодня народные депутаты? В обход президента, как европейские лидеры добиваются поддержки американского бизнеса по выполнению климатического соглашения? За работу после недельного перерыва народные депутаты вернулись в сессионный зал и уже по традиции отдохнувшие начали свой день со скандала. Как фракции обменивались взаимными обвинениями и какие решения снова отложили на потом? Парламентский день в материале Екатерины Лысенко. Из-за праздничных дней сегодня народные депутаты вынуждены работать по ускоренной программе. В 9 утра собираются на согласительный совет, чтобы решить повесткой дня и тут же встык проводят пленарное заседание. Правда, начинается оно с взаимных обвинений на газовую тему и обсуждение решения стокгольмского арбитража по иску нафтогаза против Газпрома. За эти годы Украина переплатила почти 18 млрд долларов. Мы не получили через положение этого контракта на транзите почти 12 млрд долларов. Поэтому я хочу сказать, что с оглядом на это мы обратимся и закликаем комитет с национальной безопасностью и обороны, а также антикоррупционный комитет, негайно викликать прошлого премьер-министра Юлию Тимошенко и рассмотреть вопросы государственной защиты и коррупционной основы газового контракта 2009 года. В 2009 году цена на природный газ после подписания контракта 2009 года была 232,98 долара. И поэтому брехня про переплату 450 долларов – это брехня. Наступное. Сегодня украинский газ народа Украины продается по 285 долар за тысячу кубических метров на 50 долар дороже, чем после контракта 2009 года. И это означает, что как только эту владу народ выкинул в небыдье, будет порушена криминальная справа, я уверена, против тех, кто установил 285 долар. Газовым контрактом апеллировал даже главный радикал. Я обратился к Юлии Володимировне. Юля, верните деньги, которые вы вкрали в украинцев. 6 млрд долларов за год по газовому контракту. А в Батьківщине вспоминали слова того же радикала, произнесенные несколько лет назад. Дословно можно сказать настолько. Я молю Бога, чтобы Тимошенко была звільнена из тюрьмы. Это достойная людина, достойная лидера, которая достойна керувати нашей стране. Она будет президентом, и я буду гордиться той Украине, в которой будет президентом Тимошенко. Я надеюсь на это. Олег Ляшко, 2013 год, Листобот месяц. Знаете, когда он был широкий, когда он все говорил, или он был широкий, когда он сидел в фракции Тимошенко целый год после подписания газовых контрактов. Ну а пока одни спорили, в зале предложили перейти к повестке дня, где острых вопросов сегодня не оказалось. Вот же, коллеги, на початку порядка дня стоят вопросы, которые могли бы объединять зал. Хватило под куполом голосов для того, чтобы обеспечить инвалидов бесплатным транспортным сопровождением. А кроме того, нардепы внесли в повестку дня так называемую медицинскую реформу. Законопроекты обновленные. После правильного голосования их доработали, и они предусматривают в том числе фингарантию оказания медуслуг. В законопроектах написано, что первая медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, паліатив будет безоплатным. Но в тот же момент мы не знаем, а что будет включено, какие будут пакеты медицинских послуг, которые будут точно оплачивать с государством. Я вважаю, что это должно быть визначено очень четко в законах Украины, а не отдавать это уряду, чтобы каждый год уряд смотрел, сколько денег у него есть, и формировал тот пакет послуг. И если реформе медицины хотя бы дали старт, то о кадрах нардепы не договорились. Сегодня должны были голосовать за нового омбудсмена. Еще на прошлой неделе было три кандидата от БПП, радикалов и фронтовиков. Но НПК так и не предоставила результаты спецпроверки по кандидатам. Частково это было предоставлено, и я гадаю, что один из тех кандидатов, которые обралися, навряд ли безставым омбудсменом, враховывая, что они представлены от разных политических сил, и так и не получили поддержку правозахисной сообщества и международных институций. Закон Украины про запобегание коррупции, закон Украины про уповноваженную Верховную Раду справ людей, четко визначает часовые термины, когда должно происходить голосование. Я считаю, что в данном случае идет политическая, заколісная, непрозорная игра блоку Петра Порошенко, радикальной партии и Народного фронта. Мне в этих людях не влаштовать только то, что они представниками правлячей власти. Омбудсмен должен быть с оппозиции. Так же, как Рахунковая палата должен быть с оппозиции, так же, как порушение всех регламентных норм и законов в нашу фракцию практически лишило возможности принимать участие в работе комитетов, не давшим никакой посады. Причем нам посады не нужны, нам нужны отстояние прав своих выборцев. Вопрос с омбудсменом теперь отложили на неопределенный срок. Да и свою работу депутаты тоже отложили. Они не проголосовали за то, чтобы работать сегодня на два часа больше и в обед разошлись. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. О земельной и пенсионной реформах говорил сегодня и лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Как он утверждает, идут торги и МВФ выдвигает собственные условия по этим вопросам. Политик сообщил, что зарегистрировал проект постановления с требованием к правительству прекратить антиукраинскую политику. Голуба коалиция в составе радикальной партии, Народного фронта, БПП и других подконтрольных депутатских групп сегодня продемонстрировала, что ключевый партнер для них не украинский народ, а международный валютный фонд. Никто из народных депутатов в очи не видел закону про так называемую пенсионную реформу и про так называемую земельную реформу. Что будет в таких требованиях абсолютно понятно. Заморожение пенсии, увеличение пенсионного века и глобальная международная торговля украинской земли. Если правительство и голубая коалиция вместе с Ляшком, Яценюком и другими политиками в парламенте не изменит этот антиукраинский курс, мы в конце концов будем втрачать украинскую землю и, самое страшное, мы получим результаты геноцида с боку Международного валютного фонда над нашими дорогими пенсионерами. Пока парламентарии жонглируют в медицинской реформе, в Украине за последние 10 дней зафиксировано 6 случаев ботулизма. Один человек, это 40-летний киевлянин, скончался. Без своевременного введения сыворотки пациенты обречены, но вот уже 3 года препарата нет. В чем причина и что говорит Минздрав? В конце прошлого месяца копченая рыба из супермаркета уложила троих киевлян на больничную койку. Диагноз – ботулизм. Один мужчина умер. На прилавке супермаркета эта рыба попала вот отсюда. Железный ангар на окраине Светловодска. Без вывески, но с многочисленными камерами наружного наблюдения. Сегодня рыбный цех на замке. На территории мы увидели только котов. Еще в пятницу работу цеха остановила полиция. Это порушение санитарных норм с тяжкими насликами. Подозреваемых на сегодняшний день, как таковых скажем, но есть информация относительно той информации, что они дали из города Киева. Есть выработники, которые все не зарегистрированы. Сумок вчера в тяжелом состоянии доставили в больницу фельдшера экстренной медицины. Тоже с подозрением на ботулизм. Житель поселка Недригайлов накануне в компании ел вяленую рыбу. Приобрели ее на местном стихийном рынке. Говорит сейчас в свидетельстве. Он понимает, когда с ним говорят. То есть, в принципе, станет его тяжелым. Но можно говорить про минимальную позитивную динамику. Фельдшеру повезло. Родственники нашли и привезли сыворотку. Это была последняя в суммах доза из гуманитарной помощи, которую в прошлом году прислали из Польши. А вот в больнице ее просто нет. К сожалению, это проблема. Сегодня сыворотка против ботулиническая, как прочим и противодифтерийная, не зарегистрирована в таможенной территории Украины. Сыворотку от такого опасного заболевания, как ботулизм, в украинские больницы не поступают с 2014 года. Как объяснили в Минздраве, тогда закончилось действие сертификата о госрегистрации препарата российского производства. Нового поставщика ищут уже третий год. И вот сейчас, по заверениям чиновников, идет процесс регистрации препаратов и вакцины французского производства. На Украину нужно там несколько десятков тысяч доз. Четко написано, что держава должна активно обеспечивать безопасность своих граждан. Статья третья Конституции. Держава должна активно это делать, а не ждать, когда приедет дядя и скажет, что давай, вот тебе сыворотка. А в Светловодске, откуда в столичный супермаркет привезли рыбу, зараженную ботулизмом, местные рыбаки сегодня заняты любимым делом. Рыбу ловят, солят и коптят. И беспечно уверяют, их никакой ботулизм не возьмет. А ботулизм? Все-таки копченые рыбы могут быть. Это еще что там про него чуть-чуть. Я переживаю, как не хлюе, а как хлюе, то больше. Елена Брынза, Елена Миндалюк, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Первая очередь детской больницы Ахмадет будет сдана в эксплуатацию в ноябре-декабре этого года. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который посетил сегодня строительство. Первая очередь это лечебный комплекс площадью более чем 26 тысяч квадратных метров. Напомню, строительные работы в Ахмадете были начаты еще в 2011 году, потом приостановлены в 2013. И вот их возобновили буквально осенью прошлого года. Полностью комплекс планируют сдать в 2019 году. Сейчас уже вопрос организации новых тендеров на придбание дополнительного обладания. И тут до 15 липня должен сделать свое домашнее задание саме министерство, чтобы все было прозоро. Далее будет 2 месяца постачания, 2 месяца навчания, працювать, монтаж и все иное в самой лекарне. То есть мы рассчитываем до 6 месяцев еще нужно, чтобы завершить это строительство. 9 подставных бизнесменов и украденный миллиард долларов. Журналисты международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовали результаты своего расследования о выводе денег бывшим руководством Приватбанка. Все подробности в материале. Схема достойная лучших голливудских фильмов. Журналисты международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности раскрыли, как крупнейший банк страны довели до банкротства. Якобы перед началом национализации топ-менеджеры Приватбанка выдали кредиты на миллиард долларов 28 фирмам. Оказалось, компании оформлены на 9 разных бизнесменов. Больше всех получил бывший исполняющий обязанности главы правления Днепр Авиа Виктор Шкиндель 154 миллиона долларов. Гендиректор фирмы Оптима 770 Вячеслав Плакасов. Ему банк выдал кредит на 136 миллионов. И директор турфирмы Скорзанера Закарпатья Иван Маковичук 154 миллиона долларов. Более того, выяснилось, что 50 миллионов долларов банк выдал попросту заправщику и таксисту. В одной и той же бизнес-группе человеку принадлежит несколько структур. Например, банк, какие-то коммерческие предприятия. Он выдает для своих же предприятий кредиты, которые забирают эти кредиты, не возвращают. Банк остается без активов и банкротится. Она была использована в Приватбанке. Более того, государство своей национализацией фактически покрыло, прикрыло эту схему. Все девять участников аферы создали свои фирмы всего за несколько дней до получения кредита. Капитал большинства из подставных компаний составил всего 1000 гривен. А имущества для залога попросту не было. Однако это не помешало начальникам отделений Приватбанка выдать кредиты на миллиард долларов. Получив деньги, фирмы сразу же объявили себя банкротами и начали ликвидацию. А средства уже никто не вернул. Экономисты уверены, о миллиардной схеме не могли не знать в НБУ. Ведь там получают информацию о всех подобных операциях. А тут зацикавленных очень много. И на самом деле это властники, менеджмент Приватбанка и ключевые клиенты. Если правоохранительные органы не занимаются этим, они в доле. Если суды не рассматривают, они в доле. Именно эта схема и привела к банкротству Приватбанка, уверен эксперт. И сегодня вот эта огромная дыра в бюджете Приватбанка, которую оценивали 4 и 5 миллиардов долларов, она как раз была сформирована, возможно, в том числе и путем возможного вот этого мошенничества с активами. Миллиардные финансовые махинации теперь расследуют в Генпрокуратуре. Однако подставные фирмы уже давно закрыты. И где деньги? Предмет серьезного международного расследования. А пока что дыру в бюджете теперь уже крупнейшего государственного банка придется латать украинцам из своих кошельков. Алексей Пшимыски, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Сказать нет Войцеху Бальчуну, главе Укрзалезнете, намерен Владимир Амелян. Министр инфраструктуры надеется, что Кабмин не продлит контракт с поляком. Срок действия договора с главой Укрзалезнете истек вчера. Это вопрос точно будет расследоваться завтра на Кабинете Министров. Я надеюсь, что решение будет одноголосно, чтобы продолжение контракта не идет. Министерство инфраструктуры категорично выступает против подальшего пребывания пана Бальчуна на посаде. И я надеюсь, что это решение будет формализовано завтра. Напомню, конфликт между Амеляном и Бальчуном длится уже больше полугода. Своего апогея он достиг в конце января. На заседании Кабмина Амелян затеял публичную ссору. Он заявил, что, дескать, Бальчун не занимается реформами, за что получил выговор от премьера. А компанию вывели из-под управления Мининфраструктуры и передали Кабмину. Сотрудники ивано-франковских филиалов Укрнафты вышли на дороги. Они говорят, что в результате реорганизации, которую затеяло их руководство, около двух тысяч человек останутся без зарплаты, а газодобывающая отрасль будет уничтожена. О требованиях участников акции и дальнейших их планах наши корреспонденты подробнее. Городок Долина. Возле пешеходного перехода собираются люди, сотрудники Укрнафты. Ровно в 12 выходят на дорогу. Проезд перекрывают сразу в нескольких местах. Пикетчики говорят, пришли, потому что категорически против модернизации, которую начала компания на их предприятиях. Розгонять НГДУ, начинают с конторы и всех остальных. И делают сервисные компании, и несколько людей уже растягивают свердловины, депутаты наши. Официально о реорганизации, рассказывают участники акции, им никто не сообщал, но уже заставляют писать заявление о переводе в другие структуры. Мы вас переведем в сервисную компанию. Есть такие слухи, что с випробительным термином на три месяца. Что будет через три месяца, сколько люди погодятся, а что будет с решением людей. Это все делается по-тихому, незаконно, потому что они знают, что будет супроти великой. Люди уверены, эта реорганизация всего лишь повод, чтобы просто уничтожить отрасль. Все говорят, что это не будет скурочение. Так, это будет реструктуризация, шляхом предложения других работ в структуре, возможно, но где-то не тут. Потому что тут не будет потребности к количеству работников. Галузь довели до этого. То есть за годы управления группы «Приват» не выделялись деньги, не инвестировались в развитие производства. По плану модернизации, 22 филиалов, которые сейчас входят в состав «Укрнафты», оставить хотят всего шесть. До 1 июля фактически исчезнет Прикарпатское управление буровых работ. Его объединят с более мелкими. Это реструктуризация, что проводит пан Роллинс. Честно говоря, эта банда уже работает у нас 15 лет. И доводит до того, что мы скоро прекратим свое исцеление. То есть объединяют нафтогазопроробные предприятия, заводы, объединяют то, что не должно объединяться. В профсоюзе говорят, после такой реструктуризации около 2000 человек останутся без работы. Но люди готовы бороться. Говорят, сегодняшняя акция предупредительная. Уже завтра собираются ехать в Киев. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Почем шины для полицейской машины? Полтавские полицейские за бюджетные деньги покупают резину не только для вазов, газов и патрульных Prius, но и для Lexus и для Mercedes. Для каких спецопераций полтавским полицейским необходим представительский класс? Пытались выяснить наши корреспонденты. Журналистка Дарина Синицкая, изучая систему госзакупок Прозора, поинтересовалась, что же в последнее время закупала полтавская полиция. И сразу же наткнулась на весьма интересные факты. И если Mitsubishi L200 журналисты еще видели у взрывотехников, то на какие спецзадания полиция выезжает на дорогом внедорожнике Lexus LX 570 или на элегантном седании Mercedes-Benz в полиции журналисту объяснить не смогли. Удивили и цены на резину. Вартость шин доходит для того же Mercedes-Benz доходить до 16 тысяч гривен за каждую. Например, эти шины для Lexus полтавская полиция закупирует за 9,5 тысяч гривен за каждую, а на официальном сайте их вартость складает на тысячу гривен меньше. Взагалом стало так, что все шины, каждый из наименований, где-то на 20-25% дороже, чем их рынковая вартость. Мы дозвонились в прислужбу полицейского ведомства. Там уверяют, Lexus и Mercedes стоят у них на балансе и крайне нужны. Но для каких целей их используют служебная тайна? По подсчетам журналистов, даже закупая шины для Lexus и Mercedes, полиция могла быть менее расточительной и сэкономить более 200 тысяч гривен. Но тендер выиграла фирма, предложившая самые высокие цены. Туда и ушли 815 тысяч бюджетных средств. Почему выбрали именно этого поставщика, в полиции также не объяснили. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Полтава. В Киеве полковника ВСУ задержали на горячем при получении взятки в размере 24 тысяч гривен. Он исполнял обязанности председателя комиссии по ликвидации имущества военных предприятий. И, как сообщили в пресс-службе управления нацполиции, требовал у предпринимателя взятку за аренду помещения. Открыто уголовное производство теперь военному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Алкогольный рекорд. Сразу 6 протоколов об административных нарушениях выписали патрульные сыну чиновника фискальной службы во Львовской области. Что именно нарушил 23-летний мажор и как он пытался уйти от ответственности, расскажет Галина Якушко. Владимир, сын Игоря Фастяка, замначальника управления отделения по противодействию незаконному обороту товаров, выехал на полосу встречного движения на улице Стрыйской. На требования патрульных остановиться не реагировал. Задержать нарушителя удалось только через несколько кварталов. Парень был откровенно пьян. Управлял машиной, которая, согласно декларации его отца, находится в собственности главы семьи. Давайте, мы не поможем доказать, тогда мы не будем умирять. Доказы вы хотите, доказать алкогольное исполнение. Доказы чего? Доказы алкогольного исполнения. Ну, доказы алкогольного исполнения. Резкий запах алкоголя. Пройти экспертизу Владимир Фастяк отказался, вместо этого вызвал еще один ряд патрульных. И вот, что произошло дальше. Водей вызвал снова 102, інший экипаж патрульных сказал, что у него конфликт с полицией. Когда полицейские приехали, начали с ним общаться, водой высловил свою всю позицию. Когда полицейские пробовали отъехать с места инцидента, он начал заважать патрульному автомобилю ехать, кидался под колеса. За вождением нетрезвого видения, повиновения сотрудникам полиции и другие нарушения, Владимиру Фастяку грозит штраф около 11 тысяч гривен и лишение водительского удостоверения на один год. Как сообщил пресс-секретарь государственной фискальной службы в Львовской области, семья Фастяк общаться с журналистами отказывается. Чиновник якобы находится в отпуске, а вот в самой патрульной полиции сегодня произошли ротации. Новым начальником назначили Романа Филипенко. Во Львов его перевели из Запорожья. Официально это плановые кадровые перестановки. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Возле Днепра горел мусорный полигон. Причиной, по словам руководства, стал выброс метана, который скопился под кучами отходов. Местные жители говорят, что огонь был виден за несколько километров. Утром ветер изменил направление и развеял смог, который стоял над полями. Сейчас пожар потушен, очаги возгорания присыпали глиной, которую завезли из соседнего карьера. В Ивано-Франковске на железнодорожном вокзале замечены вагоны с необработанным лесом кругляком. Об этом на своей странице в фейсбуке написал руководитель фонда «Открытая политика» Ирина Жданова. Один из сотрудников Укрзалезнете назвал это сообщение фейком. Мол, вагоны из Беларуси, скорее всего, с белорусским лесом. А через Украину, якобы, они следуют транзитам. Тем не менее, массовая вырубка леса идет не только в Ивано-Франковской области. Пилят и в Закарпатье, и во Львовской, и в Черновицкой областях. Евросоюз продлит экономические санкции против нелегально аннексированного Россией Крыма еще на один год. Об этом договорились послы ЕС. 19 июня это решение утвердят главные дипломаты ЕС. Среди ограничений запрет на импорт товаров из Крыма и инвестиции в экономику полуострова. А продление санкций против России, скорее всего, обсудят 22 июня на заседании Совета ЕС. Тем временем Россия заявила об уменьшении своего взноса в бюджет Совета Европы. Москва не собирается перечислять остаток средств на этот год. Это почти 11 миллионов евро. Напомню, с 2014 года российская делегация отстранена от работы в Парламентской ассамблее Совета Европы. В зоне АТО ранены четверо украинских военных. В районе Авдеевки и Донецкого аэропорта под вражеским огнем каждый опорный пункт ВСУ. Более 230 мин и около 30 танковых снарядов прилетели за минувшие сутки на позиции наших армейцев. Все подробности расскажет Рина Баглай. Приблизительно в это же время под Есиноватской развязкой такую же тишину вчера прервали минометы боевиков. Уже к вечеру впервые за полтора месяца они вывели на огневые позиции и танки и ударили из 125-го калибра. Все началось с провокации. Сначала 120 миномет прилетел в все районы, где мы сейчас находимся. Потом начали крыть вообще по посадке и потом пошел 82 миномет. Командир показывает лесопосадку, из которой по ним и били танки наемников с двух точек. Под прикрытием минометов выехало два танка. Из посадки начали работать по нашим позициям. Несмотря на крупный калибр снарядов, пехотинцы не растерялись, ответили из гранатометов. Просто отогнали танки врага. С нашей стороны ни раненых, ни погибших. А вот у противника есть потери, говорят бойцы. Сами же нарушив перемирие, наемники уже традиционно потерпели фиаско и запросили режим тишины. Да какие там минские домовины? Стреляют, конечно. Сначала таким минометом начинается, а потом важче, важче. Иван в дозоре. Позиции противника здесь хорошо видны и без бинокля. Как стемнеет, наемники пытаются прорвать оборону и приблизиться к когда-то своим утраченным позициям. Они пытаются подлезти сюда ближе. У них тут, получается, есть проходики проритые. Маленькие окопчики. И они по них присуваются, они глубоченькие. То есть они могут ходить себе в полный рост. Тут мы вот как наблюдали пару дней назад, я же скажу. Видно, что рыет, что только земля летит сверху. Сейчас с алмаза постреливает. Видать, увидел движение и начинает постреливать оттуда. Вот если здесь пахает, это разрывные. Шахта Бутовка направление в сторону села Опытного и позиции под Ясиноватской развязкой. Снова под прицельным огнем врага. Наши защитники такую эскалацию объясняют ротацией у противника. Новые группировки испытывают на прочность украинскую пехоту. Ирина Баглая, Антон Чиженко из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Застроить все. Санаториев в Одессе все меньше, а многоэтажек все больше. Отстоят ли активисты природный памятник? Перестрелка в Париже. Кто напал на полицейского в центре французской столицы? Спортивная дипломатия. Байкот Катара продолжается. Какую позицию заняла Германия? Супруга временно отстраненного главы ГФС Романа Насирова готова отправиться за решетку, чтобы ее мужа отпустили на лечение в США. Сегодня Екатерина Глимбовицкая через соцсети обратилась к президенту Петру Порошенко. Она просит главу государства о содействии в реализации права на лечение ее супруга. С этой просьбой лично к антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому пришел и сам Насиров. По его словам, квалифицированную медпомощь ему могут оказать только в Соединенных Штатах. Диагноз и подробности лечения он озвучивать отказался. В САП на действия фискала уже отреагировали. Там утверждают, что будут действовать исключительно в рамках закона. Мне действительно нужно пройти лечение, на это нужно где-то 10-12 дней. И, как я уже сказал, я готов на любые решения антикоррупционного прокурору, суду, или дополнительные гарантии для того, чтобы это сделать. Было рассмотрено в судовом заседании, указанное вопрос о противопережной заходе. И судом было отмывано. Поэтому мы будем выполнять любое решение суду, которое наберет законные силы. И очередное заседание суда по делу экс-набдепа Александра Ефремова. Старобельский райсуд Луганской области сегодня продолжил слушать показания свидетелей. На предыдущих слушаниях некоторые свидетели обвинения заявили о давлении на них со стороны прокуратуры. В частности, экс-глава Новоайдарского совета утверждает, что его трижды принуждали давать ложные показания против Ефремова. Напомню, политика задержали 30 июля минувшего года. Обвиняют его по пяти статьям, в том числе и в посягательстве на территориальную целостность страны. Суд по существу длится уже почти полгода и пока безрезультатно. В Одессе под угрозой уничтожения ботанический сад национального университета на французском бульваре. Природный памятник пережил несколько войн, революции, но оказался бессилен перед застройщиком, который, как заявляют одесские активисты, связан бизнес-интересами с мэром этого города Трухановым. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Кубометр за кубометром, склон над морем тает на глазах. На бывших землях санатория растет 15-этажный жилой комплекс вплотную к ботаническому саду университета имени Мечникова. Фисташка единственная в Одессе. Она бедная попала, вот просто непосредственно там буквально меньше метра теперь до забора. Уникальное дерево. Вот кадры, снятые три года назад. Забор еще на одной линии с оградой Дендропарка. А вот как это выглядит сегодня. Разница в 10 метров. Рабочие перенесли забор и начали рыть котлован. При этом вырубили деревья. Хотя ученые их специально высаживали, чтобы укрепить обрыв. Теперь всерьез опасаются оползня. Просто если здесь уже оползневые процессы начнутся, принимать какие-то меры будет очень сложно. Это будет угрожать всему ботаническому саду. В мэрии отвечают, уже собрали комиссию. До конца недели должны определить, законно ли застройщик перенес забор. Соответственно, если там будут нарушения, мы напишем и в прокуратуру, мы напишем и в ДБК Украины и так далее, и так далее. То есть мы примем все меры, которые возможны. Активисты возмущены, почему чиновники не остановят работы, если до сих пор не выяснили их правомерность. По сведениям общественников, конечный бенефициар компании, которая ведет застройку, Владимир Галантерник, один из бизнес-партнеров Геннадия Труханова, мэра Одессы. В итоге люди берут инициативу в свои руки и ломают ограду. Не работают органы. Органы коррумпованы очень сильно. И кто, как не мы. Мы пытались записать комментарий у застройщика, но к журналистам никто так и не вышел. Строить здесь жилье коммерсанты вообще не имеют права. Поэтому по документам это не строительство, а якобы реконструкция курортно-оздоровительного комплекса. И ведется она по просьбе общества инвалидов. Народная воля, в котором состоит всего 18 человек. Последние ничего странного в такой схеме не видят. Может быть, это нельзя так и говорить, что закон что дышал куда и как это вышло. И я считаю, что для того, чтобы что-то имели инвалиды, то все хорошо. Одесситы тем временем собираются в субботу устроить массовую акцию протеста возле высотки. И убрать все лишние заборы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Стрельба в центре Парижа. У собора Ноттердам-де-Пари полиция проводит спецоперацию. Почти 900 человек оказались заблокированными внутри здания. Неизвестный мужчина напал на полицейских с молотком. Правоохранители открыли огонь в ответ и ранили нападавшего в ногу. Позднее оказалось, что у злоумышленника также было еще два ножа с собой. Район вокруг собора оцепила полиция. Парижан попросили держаться подальше от места нападения. Расследованием занимается отдел по противодействию терроризму. Французская пресса сообщает, что нападавший это 40-летний студент алжирского происхождения. Во время атаки он прокричал это за Сирию. А имена троих террористов, осуществивших нападение в Лондоне, уже известны. Выходцы из Пакистана, Ливии и Марокко. Они были известны полицией внутренней разведки в связи с экстремистскими взглядами. Как теперь оправдывается Министерство внутренних дел, узнаем от Оксаны Кундеренко. Хурамбат, 27-летний отец двоих детей, рожденный в Пакистане, житель восточной части Лондона, сотрудник метрополитена, который решил убивать без разбору. Еще год назад он стал героем документального фильма о джихадистах. О нем неоднократно докладывали полиции соседи и знакомые. Им интересовалась служба внутренней разведки МИ-5. Помню, он с дружками стал молиться в парке, когда я играл в футбол. Мы ему говорим, мечеть же за углом, зачем здесь? А он отвечал, люблю Бога. Обычно он о Боге разговаривал с детьми. Жена моя даже в полицию обращалась из-за этих бесед. Его подельники, 30-летний Рашид Редуан из Марокко и Ливии и 22-летний Юсеф Загба, гражданин Италии с марокканскими корнями. Пограничники останавливали его при попытке улететь в Турцию. Почему же стражи порядка, которые допрашивали подозреваемых в экстремизме, отпустили их? Заверяю, реакция полиции была вполне соответствующей. Более трех тысяч потенциальных экстремистов не могут постоянно быть под наблюдением. На то время не было никаких доказательств, что они готовят заговор. Сейчас спецслужбы проводят все новые и новые рейды. Этой ночью обыскали несколько адресов в неблагополучной восточной части Лондона. Допрашивают еще одного подозреваемого, 27-летнего мужчину. Но всех 12 человек, которых задержали в воскресенье, отпустили без предъявления обвинений. А в Манчестере на свободу вышел брат смертника Салмана Абеди. Родственникам жертв остается только надеяться, что организаторов и пособников найдут и накажут. Это страшная боль, но сейчас важно продолжать жить и противостоять тем, кто пытается нас уничтожить. И помнить, что ненависть не метод борьбы, она принесет только еще больше ненависти. Сегодня утром в 11 часов вся Великобритания замерла на минуту. Замолчал Биг Бен, остановился транспорт и пешеходы, чтобы почтить память жертв. Не помешала даже плохая погода, порывистый ветер и ливень. К этому лондонцам не привыкать, но похоже придется привыкнуть к жизни в постоянном состоянии тревоги. Когда на улицах полицейские патрули, воют сирены, а на земле лежат горы цветов, напоминающих о страшных событиях. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. 8 государств против Катара. Список стран, которые разорвали дипломатические отношения с Эмиратом, увеличивается. О бойкоте задумались и в Германии. Правда, не о дипломатическом, а о спортивном. Все подробности расскажет Татьяна Лугунова. Кто о чем, а немцы о футболе. В разгар дипломатического кризиса в Германии вспомнили о чемпионате мира по футболу, который Катар готовится принять через 5 лет. Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, не исключено, что мундиаль у Катара отберут. Дескать, негоже проводить такие масштабные турниры в странах, которые подозревают в поддержке терроризма. ФИФА заявление немецкого спортивного функционера пока не прокомментировала, как, впрочем, и дипломатический кризис вокруг Катара. Представители федерации только сообщили, они находятся в постоянном контакте с властями страны, да и времени, чтобы найти политическое решение. Более чем достаточно. Катару сейчас, впрочем, явно не до футбола. Дипломатические отношения с Эмиратом уже разорвали 8 стран. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврики. Некоторые из них также закрыли свое воздушное пространство для крупнейшей авиакомпании региона Катар Эйрвейс. Я забронировал билет Виталию из Эр-Рияда и пришел узнать, что теперь делать. В авиакомпании мне сообщили, что все, кто летит в течение ближайших трех дней, получат денежную компенсацию, либо будут перерегистрированы на рейс других авиалиний. Жители Катара в панике. Как сообщают местные СМИ, люди опустошают супермаркеты, чтобы запастись продуктами питания. Большую часть продовольственных товаров Эмират импортировал через территорию Саудовской Аравии. Власти Катара тем временем призвали соседей не обострять конфликт и как можно скорее найти выход из кризиса. Переговоры по урегулированию могут начаться уже в ближайшие дни. Посредникам согласился выступить Кувейт. Дипломатический конфликт вокруг Катара впервые прокомментировал американский президент. Дональд Трамп считает, что ужесточение давления на Катар это его заслуга. В твиттере он написал, очень приятно видеть, что встреча с королем Саудовской Аравии и лидерами 50 стран уже принесла свои плоды. Возможно, это станет началом конца ужаса терроризма. Джордж Клуни впервые стал отцом, как назвали первенцев. Какую скорость развивает самый быстрый лифт в мире и где разработали беспилотный трамвай, которому, к тому же, даже рельсы не нужны. Об этом и не только в нашем обзоре. Амали и Джордж Клуни стали родителями. Малышей назвали Элла и Александр. Известны они здоровые и чувствуют себя хорошо. Парочка давно хотела стать родителями для обоих дети первенцы. 20 человек пострадали в Перу во время забега быков. На площади города Уанка Велика люди дразнились с перепых животных, а потом разбегались в разные стороны. Одного человека быки подцепили рогами, другие попали под копыта. Большинство пострадали в давке. Самый быстрый лифт в мире разработали японцы. В Китае подъемник вмонтировали в небоскреб города Гуанчжоу. Он развивает скорость до 75 км в час и поднимается на крышу за 25 секунд. Кабина оборудована специальной системой компенсации давления, поэтому у пассажиров даже не закладывают уши во время подъема. И еще в Китае показали беспилотный трамвай. Транспорту не нужны рельсы. Разработка – это смесь автобуса и трамвая. К составу можно цеплять дополнительные вагоны. Едет он со скоростью 70 км в час и вмещает 300 пассажиров. Лыжник-парашютист чуть не сбил. Девушку в бикини отдыхающая просто смотрела в другую сторону и не успела среагировать на происходящее. Туристка даже не заметила, как лыжник чуть не снес ее. В происшествии никто не пострадал. В Соединенных Штатах коня доставили в больницу вертолетом. Скакун упал на крутом спуске в национальном парке возле Лос-Анджелеса и повредил ноги. На борт вертолета конь никак не поместился, поэтому животные привязали веревками к машине. Японские археологи нашли 8-метровый скелет динозавра. Ему около 70 миллионов лет. Это самый крупный скелет из всех найденных на Земле. Исследователи из Хоккайдо назвали открытие одним из главных в истории Японии. Динозавра из семейства утконосых назвали дракон мукава. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.